Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня поговорим о таком ноже, который называется B-Cornis от компании TuoTown. И знаете, как я обычно теперь делаю, я скажу такой тезис, который в данном случае получится очень длинным. Я на самом деле не являюсь каким-то особенным любителем ножей вот этого типа. Причем в самом широком смысле. У меня не очень, чтобы в большом количестве есть ножи вот этого ценового сегмента. Мы с вами сегодня о довольно дорогом ноже говорим. Мне не очень подходят ножи с массой за 200 грамм, а это именно такой нож. Мне кажутся довольно неудобными ножи, у которых толщина клинка около 4 миллиметров, а здесь это тоже присутствует. Поэтому, скорее всего, вот если в предыдущем обзоре ножа Каньон от того же самого производителя я, ну как бы так, что называется, разливался мыслью по древу о том, что это не только нож, который симпатичный, но еще и очень функциональный. Но там это был нож, который мне лично подходит и понравился сразу. Но я думаю, что одного только того, что я скажу, что вот этот нож сразу после съемки обзора заехал ко мне сначала на карман, а потом в сумку в качестве вот такого вот второго большого складного ножа, который я постоянно ношу с собой. Это будет достаточно, чтобы было понятно, насколько этот нож мне понравился. А вот наш сегодняшний герой это вообще не такое изделие. Поэтому я сегодня в первой части обзора постараюсь сосредоточиться не на том, что это за нож, а на том, как он сделан, как вообще в принципе Туатаун на своем производстве способны делать ножи вот этого ценового сегмента. Сколько это сейчас в России стоит? Ну и скажем так, что вообще в принципе из этого получилось, если посмотреть на нож немного поподробнее. Ну и да, сразу скажу, что я в рамках сегодняшнего обзора и кое-что им порезать тоже планирую, потому что тут с геометрией клинка вот такое вот сделано. И вы знаете, мне прямо страшно и интересно. А так как производитель меня в подобных тестах не ограничивает, чего ж зря время терять. В общем, обзор, скорее всего, будет длинным. Наливайте чайку и давайте начинать. Итак, друзья, вот технические характеристики нашего сегодняшнего героя ножа Bicornis от Туатаун. Ну и я думаю, что по ним достаточно очевидно, что я вас не обманул. Нож сказать, что крупный, это в общем по большому счету ничего не сказать. Это прям по-настоящему большой нож, хотя, конечно, безусловно. Найдутся изделия, которые будут больше размером, иметь большую массу. Это все в данном случае вполне понятно. Я вот так вот просто потому, что он есть у меня сейчас поблизости под рукой, покажу вам вот тут вот по соседству среднеразмерный нож-талвар от компании Cold Steel. Ну то есть, как бы да, понятно, что у Cold Steel есть и гораздо крупная, и гораздо-гораздо более крупная версия этого ножа. Но я думаю, что те, кто с талварами сталкивались, знают, что вот его такая среднеразмерная версия, это само по себе, прямо скажем, не очень-то маленький нож. И я думаю, на этом фоне достаточно неплохо понятно, какого размера наш сегодняшний герой. Кроме того, вот так вот, ну как многие любят, да, что называется, положу сюда вот так вот рядом 255-й SRM Knives. А то меня тут в последнее время упрекают по поводу того, что во всех обзорах багаут, ну сколько уже можно. Ну хорошо, заменим его вот на такой нож всем известного размера. Хотя многие мне говорят, что этот нож, ну скажем так, в продаже бывает довольно-таки трудно поймать, когда хочешь купить. Не о нем сегодня речь. Я еще раз подчеркну в данном случае, что мы имеем дело с ножом, который выполнен, ну так скажем, это такой премиальный сегмент по-своему, титановая рукоять, это вот в некотором роде титановый нудист, достаточно интересная сталь, о которой мы поговорим потом немного попозже. И вот такое, знаете, большое количество, ну даже не знаю, как бы это правильно назвать, разного рода обработки, что на рукояти, что на клинке. Потому что, конечно, здесь основное в ноже это вот именно скорее как это сделано, а не то, что у вас получится. Я вот лично такие ножи склонен считать полочниками, хотя, безусловно, этот нож способен выдержать многое, даже, наверное, очень многое в какой-нибудь настоящей работе. Но, тем не менее, вот то, сколько здесь вложено разного рода труда людей и машин в какие-то внешние данные этого ножа, вот в то, как он именно выглядит, я думаю, что подвигнет очень многих людей, даже если они приобретут себе такой нож, не особенно им пользоваться. Но мы-то с вами, конечно, сегодня немножко по-другой. Коль скоро у нас первый нож такого ценового сегмента от этого производителя, я считаю, что недурно показать, как он к вам приедет. Потому что, ну, то, как нож поставляется, заметно отличается от более дешевых ножей этого же производителя. Вот так вот будет выглядеть коробка. Она в данном случае такая приятная весьма. Здесь есть название компании и такой, давайте назовем это девиз с надписью Made with Care. Ну, то есть, там сделано с осторожностью, да, если я все правильно понимаю. Ну, или я думаю, что с вниманием это означает. Здесь снаружи логотип. В общем, все так достаточно приятно. Коробка, в общем, мне нравится. Сделано, знаете, так как у хорошего дорогого телефона. Я бы вот так вот это примерно назвал. А внутри лежит чехол с ножом синтетического материала. Ну, вот какая-то тут макулатурка. И, как сказать, коробка внутри вот больше напоминает тот крафтовый картон, в котором поставляются более дешевые ножи этого производителя. Что касается чехла. Ну, знаете, на самом деле вот в некотором смысле такого рода нейлоновые чехлы, они все похожи друг на друга, когда они более или менее одинаково сделаны. И этот чехол, ну, я бы сказал, что его ничего особенно не выделяет. То есть, он вполне удобный. В нем легко можно хранить нож, если вам вот такие вещи нравятся на самом деле. Просто я вот лично думаю, что если у вас ножей того или иного производителя больше одного, то мне бы хотелось, чтобы на этих чехлах были надписи, что за нож там лежит. Ну, это такая хотелка сразу. Но чехол сам по себе сделан достаточно нормально. Открываете его. Там внутри будет, собственно, нож, который вы уже видели. Вот так вот в полиэтиленовом пакете опять с вот этой вот фирменной застежечкой. И, кроме того, ну, вот так вот все это выглядит добро. Тут, на самом деле, чехол такой с достаточно сложной организацией. Его можно как-нибудь по-другому, а не только для хранения ножа использовать. И есть вот такая вот запечатанная фирменная салфетка. Я ее пока не раскрывал, честно говоря. Ну, как бы, ладно, пусть полежит здесь. Посмотрим, может быть, когда-нибудь откроем. Ну, и, в общем-то, все. Каких-то дополнительных предметов я в комплектации этого ножа не обнаружил. Итак, друзья, давайте, как я обычно делаю, когда рассказываю про ножи, начнем с рукояти. Я вот так вот вам постараюсь ее немножко сначала повертеть, чтобы вы просто оценили, насколько изначально толстые заготовки используются для того, чтобы сделать две половины рукояти, которые в данном случае исполнены из титанового сплава. Ну, прям скажем, нож вот так вот, когда его берешь в ладонь, благодаря тому, как он сделан в этом смысле, ощущается очень таким ухватистым, но при этом довольно тяжелым инструментом. То есть, тут есть такой момент, что масса этого ножа, вот давайте сейчас на всякий случай попробуем взвесить его на моих собственных весах, потому что у меня они чего-то там, по-моему, грамм 220 должны выдавать, но посмотрим. Вот так. То есть, у меня весы показывают 207 грамм. Производитель заявляет, по-моему, немного меньшую массу, но здесь это уже может быть отклонение при взвешивании, в данном случае как-нибудь весы неровно стоят и так далее. В общем, нож имеет массу за 200 грамм, и в частности это определяется тем, что здесь прям по-настоящему тяжелые две половины рукояти. Причем обратите внимание на такой момент. Они внутри не имеют выборок. То есть, вообще никаких. Можно было бы сделать, да, понятное дело, будет несколько менее удобно чистить, но вот этому ножу я уже считаю, что определенное облегчение не повредило бы. Потому что, если я себе правильно представляю, то вот на таком размере ножа можно было бы благодаря выборкам, ну, грамм 20-то с ножа сбросить. Но здесь пошли немного другим путем, потому что, как вы видите, здесь снаружи половина рукояти, они весьма такие неплоские, выразимся так. Постараюсь показать, чтобы было прям это хорошо заметно. То есть, ну, тут чуть ли не половина толщины в конечном итоге с вот этой, например, части была снята. Вот здесь, вот в этих вот местах. Ну, в общем, тут я думаю, что достаточно неплохо видно, как подошли к облегчению. Поэтому, конечно, вполне возможно, что решили, что внутри половина рукояти интереснее оставить плоскими, чтобы просто было нож удобнее обслуживать. Ну, в общем, я так понимаю, концепт такой. Тут все-таки нож называется с латыни, это переводится как носорог. В общем, что он должен быть такой мощный, крепкий и вообще повредить его должно быть практически невозможно. Ну, поэтому мне лично кажется, что такая концепция, скажем так, имеет право на существование. Но мои претензии, это во мне говорит тот человек, который любит легкие ножи. Тут, конечно, ну, никакой легкости изначально речь не идет. Тут, скорее всего, что называется, в надежность ушло всего этого дела. Дальше еще один интересный момент в конструкции рукояти, в данном случае связан со спейсером. Он, конечно, тоже титановый, это тут, я думаю, вполне очевидно, сделан из того же сплава. Но вот спейсер здесь в данном случае не имеет такого большого количества разного рода обработки, как половина рукояти. Потому что, ну, вот он просто, насколько я понимаю, спейсер, скорее всего, это битбласт. То, что здесь на нем сделано. А вот тут у нас на самом деле прям на рукояти-то много интересного. Давайте вот так вот я ее как-то свет на нее поймаю, думаю, что будет лучше видно. Потому что, ну, вот насколько я могу судить. Понятное дело, что вот, допустим, на этой части рукояти, где-то вот здесь, 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 мы видим такое очень мелкое сатинирование. Я понимаю, что оно, скорее всего, машинное. Но, скажем так, для ножа данной ценовой категории, скорее всего, это прям достаточно, скажем так, обыкновенная история по этому поводу. Но, тут за счет чего, конечно, с обработкой интересно. Потому что здесь более одного типа обработки на рукояти. Потому что я вот здесь, допустим, вижу такую вещь, что здесь по-другому направленная, ну, даже не знаю, это вот где-то уже не сатин. Мне кажется, что вам неплохо сейчас должно быть видно, что здесь, по сути дела, сделана такая уже мелкая-мелкая насечка. Как она часто бывала на титановых рукоятях, ну, не знаю, лет, наверное, 5-8 назад на ножах, к примеру, Lion Steel. Она вот такая вот мелкая-мелкая, аккуратная, интересная в данном случае. Но такое впечатление, что, кроме того, здесь еще и вот именно по этой части, где такая насечка сделана, был, по всей видимости, битбласт проведен. Потому что на сайте производителя на самом деле указывается, что обработка рукояти это сатинный битбласт. Ну, в общем, вот мне лично кажется, что битбласт, он вот где-то здесь, на данной половине был сделан. Обратная сторона рукояти, ну, она на самом деле имеет те же типы обработки. То есть, получается, тут и тут это вот такая широкая насечка, которая, ну, по всей видимости, да, была подвергнута еще и дробеструйной обработке. А здесь у нас вот так вот больше хорошо такой видимый, на самом деле, сатин. Причем сатин этот, еще раз подчеркну, что он продольный, он не поперечный. То есть, это как бы специально нанесенная обработка уже после того, как рукоять была изготовлена. Они, как иногда говорят, что как бы просто следы от фрезы оставили и называют это сатином. Тут прям это очень аккуратно сделано, ну, как это и присуще, на самом деле, дорогим, прям действительно дорогим ножам. И вот после того, как мы посмотрели на обработку этой рукояти, я бы в данном случае еще хотел подчеркнуть такой любопытный момент. Именно в том, как нож изготовлен, в конечном счете, вот с дизайнерской точки зрения. Очень часто бывает так, что те или иные производители, начиная от вот буквально самых таких бюджетных ножей, которые сделаны из этих материалов, и заканчивая прям кастомными найфмейкерами, говорят о том, что они не могут более или менее похоже повторить обработку, которая сделана на рукояти, на титане, на той или иной стали клинка. А вот здесь, как мне лично кажется, это удалось во многом потому, что, по крайней мере, сатинированные части рукояти и клинка, они сделаны, ну, прям очень-очень похожим сатином, и на самом деле, вот, как бы понять, что это разные материалы, в данном случае достаточно затруднительно. При этом у клинка на фальшлезвии и на подводах сделан тот же самый битбласт, то есть, такая же вот дробеструйная обработка, она вот у O-Town даже на более дешевых ножах вызывает такое удивление по поводу того, насколько аккуратно она, насколько тщательно она сделана. То есть, вы знаете, как бы я бы сказал так, что битбласт вот такого плана на ноже вот этой ценовой категории удивительным не выглядит. Но у этой компании и на гораздо более дешевых ножах битбласт на клинках используется, и при этом он там такой же по качеству. То есть, ну, вот, как бы для этого ножа, да, пожалуй, вполне обыкновенно, для ножей подешевле этот битбласт выглядит, ну, прям так роскошно, скажем так. И здесь покажу обратную сторону ножа, так поподробнее немного. Ну, тоже, в общем, тот же самый эффект. Здесь получается, что сатинирование дает возможность вот так вот сочетаться в внешности клинка и рукояти, а битбластовые моменты, они хотя и сделаны не одинаково на рукояти и на клинке, но все-таки определенное сходство тоже придают. И вот такая общая гармония в дизайне этого ножа, благодаря именно тому, что на рукояти и на клинке использован похожий тип обработки, она здесь в данном случае, конечно, ну, я думаю, что видна невооруженным глазом. Вот такая весьма значительная титановая клипса, я вот так еще давайте сбоку вам покажу, она не очень сильно, на самом деле, отступает от рукояти, она обладает двумя замечательными, на мой взгляд, свойствами. Ну, во-первых, как вы видите, она фигурная, сделана под дизайн этого ножа, эта клипса не типовая, но по этой же причине она не переставляется на другую сторону рукояти, здесь ничего для этого не сделано, то есть придумано вот так, как придумано. По сути дела, придумано под правшу, это надо учитывать тем, у кого, так сказать, другая рука ведущая, то есть я в данном случае имею в виду левая. С точки зрения того, как этот титановый клипс работает, ребят, ну, скажу так, вот даже на мои такие, условно говоря, тонкие спортивные брюки, этот нож вполне можно надеть наталкиванием, я уже показал, думаю, что понятно, сейчас немного поправил, в этом смысле сидит достаточно удобно. Держит ли эта клипса нож на кармане, будет ли держать достаточно удобно на кармане джинсов, да, действительно будет. На этих брюках, ну, прямо скажем, они полегче джинсов, ткань такая более, может быть, даже чуть и более тёплая, но всё-таки более разряжённая, что ли, я бы так сказал. Я испытываю ощущение того, что мне в кармане много массы, но ведь это и неудивительно, когда мы разговариваем о настолько большом ноже. Ну, и учитывая, что мы сейчас имеем дело с ножом, у которого есть пара, как минимум, способов открывания одной рукой, то вот достаёте и вот видите, как это выглядит в моей мужской ладони, когда я извлекаю нож из кармана. В общем, прямо скажем, очередной раз подчёркиваю, нож такой весьма и весьма не маленький. В осевом узле этого ножа керамические шариковые подшипники, так что апологеты шайб в надёжных ножах могут уже начинать негодовать и рассказывать о том, как им туда забивается песок, в который они постоянно роняют такие ножи, и как потом нож невозможно открыть. Я, в принципе, все эти разговоры только могу приветствовать, кому это нравится, об этом разговаривать. Ну, а сам я к этому отношусь примерно так. Я от одного, по крайней мере, человека, который производит ножи самостоятельно, слышал достаточно такую длительную лекцию по поводу того, что на ножах подобного типа шариковые подшипники, благодаря возможности менее точно производить осевой узел, позволяют сэкономить деньги. Я знаю, что среди некоторых подписчиков моего канала этот вопрос считается спорным, но, скажем так, я здесь по ряду причин не могу опубличить имя того человека, который мне это говорил, но ножи он в этом отношении делает и такие, и такие, и я лично склонен доверять мнению того человека, который по этому поводу его имеет не теоретически, а сталкивался со всем этим вопросом на практике. Поэтому в данном случае в ноже стоят шариковые керамические подшипники, как это принято на современных китайских ножах, и все это в общем и целом должно бы прекрасно работать. Но тут на самом деле есть, конечно, один момент, который, как мне лично кажется, связан не с качеством изготовления, а с размером ножа и тем, что я уже просто отвык от подобного рода изделий, если я ими пытаюсь сам пользоваться. Потому что, посмотрите, во-первых, мы с вами имеем дело с ножом с замком фреймлока. Я думаю, что в данном случае это очевидно. Я потом немножко поподробнее покажу, как этот фрейм изготовлен изнутри. Но вот посмотрите, как он выглядит снаружи в данном случае. Обратите внимание, что здесь нет крепежа сухарей снаружи, вообще ничего не видно, кроме вот этой прорези, которая придает определенную гибкость пружине. Дальше посмотрите, на самом деле, насколько тонкая здесь прорезь. Вот именно для того, чтобы эту пружину создать. Хотел бы обратить на это внимание, что называется «Привет Лайон Стилу». Потому что вот при том, что у итальянских ножей высочайшее производственное качество, но вот эти вот моменты, они там сделаны, ну, прямо скажем, очень сильно по-другому. И теперь давайте нож попробуем пооткрывать. Я покажу вот тот нюанс, про который хотел сказать. То есть, посмотрите, на самом деле, здесь такой очень аккуратный, действительно, небольшой плавник флипера. На нем крупная насечка. Все это очень аккуратно обработано. Ничего острого тут нет. Здесь, кстати, хотел вот так вот серийный номер показать. Как он здесь выполнен. То есть, это, в общем, 38-й нож. Это, кстати, вот тут и на коробке написано, прямо вот так вручную. Что-то нож с номером 38. Вот так. Забавный такой штришок по поводу того, как вот эти вот ножи сделаны в этом смысле. И, кроме того, здесь есть вот такое вот относительно небольшое для данного размера ножа отверстие. Оно плюс имеет такую фигурную выборку рядом, за которую также можно клинок открывать. Ну, я думаю, что понятно. Вот у нас с открыванием. Никаких проблем двумя руками вы тут вообще испытывать не будете. Вот тут надо немного приспосабливаться. И объясню, почему. Нож тяжелый, рукоять большая. Вот здесь так вот запросто поставить пальцы, когда вы собираетесь вот так толкать, чтобы не нажать на фрейм, у вас, скорее всего, не получится. А, понимаете, если вы на фрейм нажимаете, вот так, как я это делаю вот сейчас, потому что рукоять большая, вот честно говоря, естественное положение, подхватив нож под клипс, вот так вот немного поставить, пальцы прям вообще все на фрейм, то, ну, скажем так, вот этой вот уже лихости в открывании у вас может и не получиться. Хотя, безусловно, благодаря тому, что опять-таки тут шариковые подшипники, привыкнуть к этому делу все-таки можно. И нож открываться будет. Это достаточно нормально в данном случае работает. Но вот моя самая главная проблема с этим ножом заключается в том, что опять-таки из-за того, что я не могу его взять вот так интуитивно, понятно, вот таким вот каким-нибудь образом, у меня потом начинаются проблемы с его открыванием за вот этот небольшой плавник флипера. Потому что мне для того, чтобы мне был удобный для пальца рычаг, вот так вот для нажатия пальца, здесь удобно поставить вот так. Я прижимаю фрейм и, понимаете, он у меня не то, чтобы не открывается, а я бы так сказал, что мне приходится довольно далеко вести палец, и он у меня вот в эти вот края рукояти просто въезжает. То есть у меня возникает такое, знаете, на пальце довольно неприятное ощущение от работы с этим ножом. Причем вот еще раз повторюсь, что, наверное, тот, у кого руки покрупнее, чем у меня, ничего подобного испытывать не будет. А у меня вот еще из-за моей привычки к другим замкам и к тому, что, ну, я вообще могу обычно не думать, как я хватаю нож за рукоять, потому что у меня обычно замки, ну, скажем так, не лайнерного типа на ножах. То, конечно, вот этот вот момент, он меня лично немного смущает. Но это абсолютно точно никак не связано с какими-то проблемами с механизмом работы этого ножа. Просто тут вот надо учитывать, что если вы такое ощущение словили, посмотрите, как вы держите этот нож за рукоять. По той причине, что все здесь это связано не с тем, как он работает, а именно с тем, как вы его держите. Но есть такой нюанс, нож большой, тяжелый, и найдутся люди типа меня, которым держать его как-то так, чтобы он прям легко открывался и флиповал, как это должно происходить на основе его механики, будет попросту неудобно. Нюанс. Вот теперь давайте на фрейм немного поподробнее посмотрим, потому что здесь, прямо скажем, есть про что поговорить. Вот с одной стороны, здесь есть некоторые моменты такого исполнения, которые на ножах, то там он встречается не только на этом ноже, но тем не менее, вот не так, чтобы очень часто встречается на всех остальных ножах других производителей, хотя кое-где, безусловно, бывает. Я уже подчеркнул вопрос того, что здесь довольно-таки вот так вот аккуратно прорезана пружина замка фрейма, но за все есть своя цена, вот посмотрите, как здесь видна край вот этой обработки, допустим, вот в этом месте. Ну, скажем так, насколько я понимаю, обрабатывать это как-то более тщательно довольно затруднительно, сюда просто не подобраться. Но вот так вот, как разрезают, в итоге остается вот такая полоса. То есть, на самом деле, все имеет свою цену. Да, прорезь вот так вот выглядит очень аккуратной, причем она очень рабочая, с этим нет никаких проблем, но из-за того, что она такая тонкая, подобраться туда и что-то вот там сделать с этим краем, чтобы он еще более интересно выглядел, так скажем, выглядел более аккуратно обработанным, по всей видимости, просто не получается. Второй момент связан с тем, что у этого ножа, имеющийся здесь на титановом фрейме сухарь, крепится изнутри. Ну, я скажу так, что с одной стороны, да, понятно, что кто-то скажет, что это мешает фрейм легко снять без разборки ножа, но вот я лично имею ровно противоположное мнение. Я считаю, что вот такой подход к установке сухаря, он, пожалуй, что самый удобный и самый правильный. Банально почему так? Потому что я лично не могу припомнить ни одного случая, когда бы мне приходилось сухарь снимать или как-то его регулировать, то есть, мне бы он нужен был бы в доступе. То есть, если уж все-таки такое произойдет, то, вероятнее всего, я до ножа, что называется, доберусь до возможности его разобрать и залезть туда. А зато вот то, что вы видите каждый день, оно здесь абсолютно гармонично и с этим нет никаких проблем. То есть, прям вот здорово же, на самом деле, что никаких тут дополнительных винтов, которые собирают грязь в шлицы, ничего здесь нет. Выглядит, по-моему, лично вот прям здорово. То есть, я сторонник вот такого решения. Мне очень нравится, на самом деле, что на гораздо более дешевых ножах Толо Таун зачастую сделано вот именно вот так. Кроме того, здесь этот сухарь, я вот просто сейчас сижу и думаю, как бы вам это показать. Ну, вот, наверное, вот так это будет видно лучше всего отсюда. Он имеет вот тот самый небольшой выступ, давайте вот так вот, наверное, будет видно, который используется в качестве стопера. То есть, там на сухаре сделан небольшой выступ, который входит при открывании замка фреймлок в специальную выемку, которая оставлена на рукояти. И не дает вам возможности отодвинуть вот на самом деле фрейм, его пружину дальше, чем примерно вот так. В свое время, ну, знаете, я думаю, что не совру, если это скажу, что это было где-то в начале 2010-х годов, когда фреймлок уже стал действительно популярным замком, многие производители его делали. И появилась такая проблема, ее в свое время Рик Хиндери развучил, для тех, кто не знает, что в каких-то экстремальных ситуациях титановые вот эти пластины могут быть настолько резко отогнуты наружу при вот каком-то нажатии пальцами, что они теряют свои свойства и в итоге как бы не дают возможности замку запирать клинок нормально. В свое время существовал вот так называемый Хиндерер Стоппер, и Хиндерер его разработал в свое время такая вот штуковина, такая круглая такая шайба, которая здесь отдельно стоит и выполняет вот эту функцию. Но впоследствии вот подобное решение, которое использовано на этом ноже, оказалось гораздо более просто исполняемым, оно гораздо более дешевое, и при этом, судя по всему, функцию свою выполняет ничем не хуже. На этом ноже это тоже предусмотрено, но с другой стороны, а что вы хотели, мы же имеем дело с таким сверхмощным ножом, по крайней мере задуманным вот так. Так как регулярно просят показать, а что там с вытряхиванием, как пишут иногда в комментариях, когда разговаривают про вот такие большущие ножи, ну в общем с вытряхиванием тут все в порядке. Открывается, что называется, с хрустом, со щелчком, в общем все как мы любим. Про обработку клинка этого ножа мы уже поговорили довольно подробно, по поводу того, как он внешне выглядит, я, наверное, пока позволю себе воздержаться от разговоров и предоставлю вам просто посмотреть глазами. А сам расскажу немного о стали клинка, потому что здесь она довольно-таки необычная. Внимательные зрители уже заметили, что вот тут вот в этом месте написано Тимакс. Ну вот давайте, если вдруг там в кадре как-то это не очень хорошо видно, покажу поподробнее. Так вот, эта надпись и является названием стали, из которой изготовлен клинок этого ножа. И что же это за сталь такая? А это опять очередное фирменное решение компании Тула Таун, потому что я долго пытал, что называется, представителя компании по поводу вопроса, известно ли, чтобы кто-то еще в индустрии эту сталь на клинке использовал. И вроде бы как на самом деле пока таких данных найти не удалось. То есть, сам в интернете пошарился, но тоже сталь саму по себе, да, кое-где встречал, что она продается. Из нее делают резцы, насколько я понял, например, для фрезерных станков. Мне, по крайней мере, удалось найти такой прецедент. Но чтобы она использовалась на клинках каких-то других ножей, кроме ножей компании Тула Таун, мне неизвестно. И на самом деле это довольно-таки любопытный момент, потому что по поводу этой стали у меня есть такая информация. Ее химический состав, ну скажем так, я бы сказал сначала по-простому, что весьма и весьма похож. Но правильнее было бы сказать, что он входит в допуске широко известной стали шведско-австрийского концерна Böller-Udeholm, которая называется M390. У среднеопытного нажимала такая новость про M390 может вызвать, ну скажем так, диаметрально противоположные реакции. И кто-то начнет кричать по поводу того, что, о, это же здорово, мы можем получить что-то похожее на M390, но наверняка дешевле, так как это китайская сталь. Ну и дальше вот вести подобные разговоры. У другого нажима, например, на того же уровня, это может вызвать, ну скажем так, такую резкую реакцию, когда он говорит, ааа, вот они, подделка, как бы вот это вот делают китайскую сталь, но ведь она же не такая. И, понимаете, наверное, на самом деле я здесь буду тем человеком, который будет, ну, немножко больше за мнение вторых, но только в более конструктивном русле. Потому что более опытные нажиманы, к которым я смею думать, что я хотя бы немножечко отношусь, понимают, что химический состав стали, он, конечно, важен. Порошковая технология ее поролучения, которая здесь использована, она тоже важна, но это в стали клинка далеко не все. Во-первых, нужно понимать, что в последнее время, ну, существует такая информация, что сама по себе технология поролучения порошковых сталей в Китае, вот непосредственно на их китайских производствах, она как бы немного отличается от того, что используют в Европе и Соединенных Штатов Америки. Честно признаться, я вот в этом отношении, как порошковое производство российских стали себя чувствую, совершенно ничего не знаю, потому что, ну, наверное, это немного где-то находится за пределами моей сферы интересов. Я вот, честно говоря, сейчас подумал о том, что не могу вспомнить каких-нибудь российских порошковых сталей, которые бы использовались на клинках ножей. Если вдруг знаете какие-то подобного рода примеры, то, пожалуйста, напишите мне об этом где-нибудь в комментариях, я немножко покопаю, почитаю, потому что мне бы было любопытно. Но, возвращаясь к стали Тимакс, здесь нужно сказать такую любопытную вещь, что, несмотря на то, что химический состав весьма похожий у этих стали с М390, Но из-за способа изготовления этой стали, по всей видимости, были выведены совершенно другие режимы термообработки. И в конечном итоге нужно понимать, что если М390 это такая сталь, которая достаточно часто многими производителями колится на какие-нибудь показатели твердости типа 62 и даже 64 единиц по шкале Роквелла, А я такое регулярно наблюдаю именно на серийных ножах, то, как мне объяснил представитель компании, сталь Тимакс, по всей видимости, ну просто не имеет смысла так закаливать, потому что эксперименты разного рода ставились. И выяснилось, что при 64 единиц по шкале Роквелла она становится слишком хрупкой, то есть использовать ее становится неудобно. Поэтому, несмотря на похожий химический состав и способ изготовления этой стали, сталь Тимакс колят на 60-61 единицу по шкале Роквелла. Но тут вообще нужно отметить, что у Туо Таун на сайте, по крайней мере, так очень интересно, немножко необычно, как мне лично кажется, представлена информация о показателях твердости. Потому что чаще всего западные производители показывают диапазон, а у Туо Таун указано, что клинки считается, что закаливают на конкретную твердость в 61 единицу HRC. Но плюс-минус это может быть еще одна единица, то есть клинок может оказаться 60 или 62 единицы по шкале Роквелла. Ну, наверное, как бы подобный подход, это на самом деле тот же самый диапазон, как если бы западные производители написали, что 60-62 единицы по шкале Роквелла, они достаточно часто так делают. Тут указано, что 61 единица, ну, некое среднее значение. Мне лично так кажется удобнее, хотя, ну, привычнее, конечно, все-таки вариант, который бы использовали коллеги из Соединенных Штатов Америки и Европы. В общем, здесь нужно понимать такую вещь, что несмотря на то, что клинки этих ножей несколько мягче, но можно предполагать, что они будут плюс-минус такими же пластичными. И иметь похожую ударную вязкость на клинки из стали М390. И вот тут вот у меня, что называется, возникает такой момент. Мы сейчас с вами подходим к тому, что я сейчас хочу в первичном тесте посмотреть. Потому что мы имеем дело с достаточно таким, ну, крупным ножом с толстым клинком. Я не думаю, что он имеет какие-то восхитительные режущие свойства, но, понимаете, вот, ну, скажем так, каких-то вот прям мощных проблем с резом бумаги из коробки я вот на этом ноже не наблюдаю. А тут у клинка есть еще одна любопытная особенность. Посмотрите, какой у него грин с другой стороны. То есть, вот тут у нас с вами, понимаете, это не стамеска. То есть, у нас здесь, типа, обычный спуск. Он такой вот, как бы, ну, не знаю, если удастся показать, он такой тут треугольный. А с другой стороны он имеет вот такую вот форму. То есть, как бы, ну, совершенно ясно, что вот в этой части клинок будет у нас толще, в этой части немного тоньше. Потому что, в общем-то, это такой довольно интересный эксперимент. Я вот такого, честно говоря, набоу и клинка, как у этого ножа, даже что-то припомнить нигде не могу. Как правило, спуски здесь высокие, делают их спокойно под достаточно острыми углами. Потому что есть такая возможность, даже если обух у ножа довольно толстый. А вот тут попытались, ну, в этом месте сделать потоньше. В сочетании со сталью Тимакса, о которой мы с вами говорим, если клинок, скажем так, удобный и нормальный, то я думаю, что вполне спокойно, по крайней мере, вот в этой части, можно будет залезать в какую-нибудь деревяшечку, даже достаточно плотную. Понятное дело, что от заточки тоже зависит. Но я хочу сегодня вот эти вот вещи попробовать для того, чтобы передать вам свои ощущения от ножа. Потому что, вот откровенно говоря, я от подобного размера и железяк ничего хорошего с точки зрения реза, вот какой-то именно режущей работы, не жду. Я понимаю, что здесь можно прекрасно этим ножом что-нибудь батонить, выбивать, не знаю, его из пня битой. С этим всем он, по идее, должен нормально справляться. Но, честно говоря, у меня нет особенного интереса его проверять на такие возможности. А вот как это дело все-таки делает более-менее целевую работу, мне лично любопытно. Потому что вот эта такая редкая ножевая сталь клинка, которую, по сути дела, мало кто по-серьезному как-то испытывал именно в целевой работе. И вот хотя бы самым-самым начальным моментом этого тестирования мы с вами сейчас и займемся. Так, ну давайте еще раз кусочек бумаги на старте покажем. Ну, знаете, я вот так вот скажу, режет не идеально. Пока у меня есть предположение, что у ножа сведение, ну скажем так, достаточно значительное. Но назвать его тупым я в этом смысле не могу. Так, давайте мое... Ну, тычком прорезает. Ну, что тоже, в общем-то, говорит только о том, что, по крайней мере, для заводской заточки тут все более-менее. Да, режет. В общем, хотя, честно признаю, что, ну вот прямо настолько легко, как могло бы быть, это не происходит. Безусловно, тут такая штука. Давайте немножко там попушкатить, я попробую. Вы знаете, вот пушкат, вот прям нож не идет. Но хочу тут же заметить такую вещь, что вот пушкат, наверное, для такого клинка, это немного я многого от него хочу, понимаете. Вот пушкатом продавить не могу, зато как бы вот любое вот такое движение, ну режещее, собственно, да, оно прям вот разваливает шнур. То есть, прям такой чистый рез получается, любопытное на самом деле ощущение. Я вот не могу сказать, что это на многих ножах вот так происходит. Я, конечно, понимаю, еще раз как бы сразу хочу сказать, что это моя такая, в общем-то, ну даже не привычка, а, наверное, моя идея тестирования ножей. Вот что получит пользователь, когда нож будет из коробки. Я совершенно четко понимаю, что здесь вот прям такие очень маленькие подводы, что здесь, вероятно, углы заточки не самые оптимальные. Это все понятно, потому что с завода нож стараются сделать красивым. Но все-таки не попробовать не могу. Давайте вот так вот мы теперь сделаем полюбившийся некоторым на другом канале тест с распусканием бутылки. Вы знаете, тут вот, да, как бы открывается то, что на распускание бутылки не очень влияют геометрические особенности клинка. То есть здесь как бы скорее вот проверяется только именно тот момент, острый нож или не очень сам по себе. Потому что даже, как мне кажется, клинок с каким-нибудь углом спусков типа 90 градусов, вот эту работу, если он остро заточен, будет замечательно делать. Ну, знаете, скажу, как бы особого восторга у меня в данном случае нет. Но то, что он эту работу делает, он ее делает. Просто, ну, я прям вот чувствую потребность в том, чтобы клинок перетащить. И знаете, какой интересный момент? Вот покажу. Сейчас вот так вот, наверное, будет видно. Здесь же разный грин с этой стороны клинка. И вот я, знаете, именно чувствую такой момент. Как только я с передней части, которая как бы более толстая, перескакиваю на вторую часть, которая более плоская, я очень сильно резко по пластику чувствую изменение именно качества реза. То есть вот тонкая часть, она туда прям проваливается. Я вот, честно признаюсь, не знаю, насколько бы не получилось бы так, чтобы я хотел, чтобы вот такой гринт, он был вот тут. А вот такой, наоборот, был здесь где-нибудь. То есть вот ближе к кончику клинка. Потому что мне лично часто как-то кажется, сейчас я про это думаю, что какую-то такую мелкую, именно тоненькую, режущую работу, ее гораздо чаще делают именно ближе к кончику. Но с другой стороны, как бы всякая ведь ударная работа, она тоже ближе к кончику куда-то приходится. А тут-то ножище такое, что вот сделать такую бармалейскую штуку, естественно, им тоже хочется. Теперь давайте с деревом начнем так помаленечко. Ну вот видите, вот как бы мне в данные места удобнее лезть, конечно, кончиком. Ну, вернее говоря, первой частью клинка этого ножа, вот так скажем, там, где он потолще. И скажу так, что он эту работу, конечно, делает. Но давайте вот я теперь попробую тут подальше. Ну, да, в общем, вполне ожидаемо, что вот в этой части клинок в деревяшку лезет гораздо приятнее. Дорезать, наверное. Ну, знаете-ка, вот я бы сказал, что если бы я пользовался такой геометрией клинка, то я бы вот начинал резать именно с его более тонкой части, а потом уже дорезать можно и тем, что потолще. Ну, вот как-то так пока выходит. Ну, знаете, очень необычно, на самом деле, все это работает. Я бы даже не знаю, я стесняюсь сказать, что это прям вот как-то мне удобно. И при этом вот обратите внимание, что, ну, назвать нож каким-то тупым вот совершенно нельзя. Потому что им можно прямо вот такое делать. Он прямо, ну, реально в такую деревяшку-то совершенно легко залезает. Давайте быстренько попробуем на кромку посмотреть. Но, ну, да, тут, в общем, как и должно быть, каких-то следов от такого действия быть не может. Ну, и вот теперь самая такая интересная, конечно, часть, потому что это вот у меня очень высушенный кедр. То есть, в него с заводской заточкой мало что, вообще говоря, лезет. Ну, вот как бы тут, конечно, ну, знаете, это, вот это ощущение прямо не очень. Тут как бы чувство такое, что нож нужно обязательно перетачивать. Тут, чтобы избежать вопросов от тех, кто регулярно меня не смотрит, я вот на этой же деревяшке покажу вам, как с ней может работать другой нож. То есть, понимаете, вот как бы, когда нож имеет, может быть, даже более простую геометрию, и главное, что он просто лучше заточен, то, в общем-то, вот в подобной работе сталь клинка может играть только ту роль, что она не будет выдерживать столкновения с вот такой древесиной долго. Понимаете, вот он этот момент в чем. Тут, на самом деле, более крупная рукоять. Она в некотором смысле должна такую работу упрощать. Видите, усилие прикладываю огромное, а залезть туда клинок не может. Это именно связано с тем, какой здесь гринд и какая заточка. На вот этом вот гораздо более простом китайском ныже, по словам гораздо, я говорю, это гораздо-гораздо, он, наверное, на нынешние деньги раз в 20 дешевле стоит того инструмента, с которым мы разговариваем. Но тут 14C28N Sandvik и плюс линзовидная заточка на вот этом вот клинке, который я довольно-таки долго выводил. Но даже он в эту деревяшку лезет с довольно-таки большим трудом. А вот этот вот нож, ну, ему сделать подобную работу прям действительно затруднительно. Однако мы с вами несколько не это хотели проверить. У нас задача-то была посмотреть, не получится ли так, что клинок будет себя чувствовать плохо. И вы знаете, нет. Тут подобной проблемы нет. То есть ведет это все себя примерно так, как оно и ведет себя обычно на порошковых сталях. Ну, я теперь, чтобы подтвердить вот эту вот синтенцию, сделаю такую вещь, которую я лично считаю непростительной. Мне кажется, что на ножах подобной ценовой категории я этого, по-моему, вообще еще ни разу не делал. Приврал, конечно, но я в данном случае хочу провести столкновение этого клинка с алюминием. Ну, что называется, что я здесь тестирую. Я не пытаюсь его рубить, как делал один мой предшественник. Я в данном случае хочу сымитировать именно случайное попадание на какой-то вот такой вот, условно говоря, материал из металлического сплава. Для того, чтобы посмотреть, не появятся ли сколы от подобного рода действий. Давайте попробуем. Нож тяжеленный, залетает туда, конечно, прямо с хрустом, что называется. Ну, теперь у нас с вами самая интересная часть. Вижу ли я следы нарежущей кромки от этих действий? О, да, я их тут безусловно вижу. Они здесь в данном случае прям такие явные, совершенно заметные. Но вот мой опыт говорит, что то, что они есть, на самом деле, может быть просто следами от алюминия. И надо проверить это вот подобным образом. И вы знаете, да, то есть как бы это то, что вы сейчас видели, вовсе не является вот теми какими-то сколами, которые, с одной стороны, не будут видны под микроскопом. Под микроскопом они видны. То есть деградация режущей кромки после вот таких действий есть на чем угодно. Но она не такая, чтобы это как-то нарушило заточку вашего ножа. То есть если вы его заточите, допустим, более остро, то вот на порошковых сталях, как правило, подобные столкновения, случайные, они никаким проблемам с режущей кромкой, которая бы мешала вам потом работать этим ножом совершенно спокойно, а как правило, не приводят. Но мы сейчас к столу пойдем и немножечко поподробнее посмотрим. Потому что этот нож, я так по секрету скажу, рано или поздно я собираюсь его еще и переточить. И вот тогда мы посмотрим, как он с такими штуками справляться будет. Итак, друзья, вот я сейчас цифровой зум сделаю. Покажу вам немного поподробнее, как выглядит режущая кромка. Вот мой личный опыт говорит о том, что когда такие штуки видишь, это может на самом деле больше пугать, чем иметь каких-то технических проблем. Потому что, ну вот на самом деле, мне кажется, что здесь достаточно хорошо будет видно, что какие-то следы от столкновения с алюминием у нас с вами есть. Да и дерево тоже на самом деле, ну по крайней мере в виде грязи, оставило какой-то свой остаток на клинке этого ножа. Но главный вопрос, мешают ли вам эти изменения в реальности, работать, делать что-то дальше. Нож, конечно, не был из коробки заточен как-то идеально, но понимаете, я скажу так. Он после всего вот этого продолжает резать бумагу и совершенно нигде за нее не цепляется. То есть тут с этим нет проблем. Он резал вот примерно так, как он режет сейчас. А это значит, что в принципе можно осторожно надеяться, что когда я заточу его на какой-нибудь более или менее острый угол и буду выполнять им плюс-минус целевую работу, но построгать такую твердую деревесину мы обязательно попробуем, я думаю, что можно надеяться, что особенных проблем с этим клинком не будет. Но это пока такая осторожная, что называется, надежда, потому что, в частности, все эти ножи ко мне и приехали для того, чтобы я вот так вот в открытую, что называется, показал, как клинки из фирменных сталей Туо Таун ведут себя на тех или иных ножевых изделиях. Заводская заточка редко бывает какой-то сильной стороной почти любого ножа, который сделан производственным способом. Тут уж чего и говорить. Поэтому, конечно, для того, чтобы даже как-то чуть более серьезно судить, о стали этого клинка требуются дополнительные эксперименты, которые я постараюсь провести. Вы, если на самом деле хотите, чтобы я их провел, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, расскажите друзьям и знакомым, что мы что-то такое начали делать. Тут, в общем, это достаточно важно и достаточно интересно, по крайней мере, для продвижения роликов, тем более в нашу вот нелегкую годину, когда я сейчас даже не знаю, на каком ресурсе вы этот ролик смотрите, потому что раньше-то я их выкладывал только на YouTube, а теперь у нас есть и Рутуб, и во Вконтакте у меня эти ролики тоже лежат, и кое-где уже, ну, прямо скажем, у меня был недавно прецедент, когда количество просмотров во Вконтакте подобралось, прямо, скажем так, достаточно близко к количеству просмотров на YouTube. В общем, был удивлен, но тем не менее. Такая вот нынче странная реальность, что называется. Но я сегодня не об этом. Ролик получился такой действительно, как я и обещал, больше о том, как это сделано, чем о том, что тут вообще на самом деле сделано в виде этого ножа, но о том, что я считаю, что можно будет более-менее с интересом судить, уже после того, как мы с вами переточим клинок этого ножа. Так что про это дело потом, как-нибудь в следующий раз. А на сегодня всё. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok